всем привет с вами юля и мой факультет рукоделия предлагаю вам в этом видео связать вместе со мной резинку 2 на 1 на однофонторной машине у этой резинки будет красивый наборный край то есть это имитация фабричного набора и выглядеть такая резинка будет не хуже чем связано на 2 фонтурной машине эта резинка мне очень нравится и я ее часто использую в своих изделиях и так выдвигаем иголки по две штуки в переднее нерабочее положение одну иголочку оставляя в заднем нерабочем положении вот таким образом сильно много выдвигать не будем и вот здесь я обращаю ваше внимание несмотря на то сколько вам необходимо петель по расчету смотрите следите за тем чтобы крайние иглы у вас были выдвинуты по 2 штуки то есть начинаем и заканчиваем двумя иголками и тогда когда мы будем с вами вязать резинку вот эти вот крайние петельки кромочные они уйдут в шов а вот эти петельки соединятся и у нас резинка будет выглядеть идеально и шов не будет заметен заработок делаем бросовой ниточкой я делаю его по быстренькому обвива как делать заработок на машине ну то есть набор у меня есть отдельное видео можете перейти посмотреть три способа заработка все набрали петли ниточку я отправляю в каретку все вставила защелкнула по поводу плотности смотрите если вы собираетесь вязать изделие например на восьмерке резинку общую будем вязать на шестерке а заработок ну то есть вот первые ряды сейчас поймете будем вязать на четверке тогда я оставлю сейчас плотность на четверку и провязываю пару-тройку рядов бросовой ниточкой вот на этом этапе устанавливаем оттяжную гребенку чтобы у нас все было ровно и красиво и еще несколько рядов вяжем бросовой ниточкой теперь меняем нитку на основную бросовая нить нам больше не понадобится мы ее убираем вставляем основную нить в каретку и провязываем основной нитью три ряда раз два три сейчас смотрите что нам нужно сделать берем деккер смотрите у нас получились вот такие длинные перетяжки там где у нас иглы в заднем нерабочем положении стоят и вот такие маленькие коротенькие перетяжки они у нас держатся за счет бросовой ниточки вот эти длинные перетяжки мы будем поднимать когда будем перебирать резинку а вот эти короткие нам нужно сейчас поднять зацепить вот так текером и поднять на любую из игл вправо или влево это не важно вот так вот каждую короткую перетяжку мы поднимаем на иглу соседнюю вот здесь вот внимательно вот она перетяжка поднимаем здесь точно так же аккуратно тут раздвиньте краешек и найдите вот эту вот самую первую перетяжку вот она все подцепили теперь смотрите для того чтобы у нас провязались хорошо вот эти иголочки где у нас двойные петли мы их выводим в переднее нерабочее положение и заодно все оставшиеся иглы и те которые у нас в заднем нерабочем положении тоже можно выдвинуть сейчас вперед все выдвинули все иголочки плотность ставим на рабочую то есть у меня это сейчас 6 давайте я повторюсь для заработка мы берем плотность минус 4 от основной для самой резинки минус 2 от той плотности который мы будем вязать например лицевую гладь после резинки и теперь мы вяжем необходимое количество рядов по расчетам ну давайте провяжем рядов 10-15 итак провязали смотрим что у нас с вами получилось вот здесь вот три ряда длинных перетяжек которые мы делали в начале и дальше вот такие вот арочки там где у нас арочки мы будем спускать петли я начинаю обычно с краю то есть помните да мы выдвигали две петли это у нас с лицевой стороны будет две петли лицевых далее будет 1 изнаночная и вот эти вот петли которые мы уводили и иголочки вернее которым уводили в рабочее положение мы сейчас этих иголочек спускаем петли и вот так вот распускаем петельную дорожку до самой арочки смотрите я обычно вот так вот оставляю чтоб последняя петля не до распустилась тогда мне видно и арочку и вот эти вот три перетяжки которые были у нас провязаны в начале и смотрите что мы должны сделать ухватываемся за первую протяжку за самую нижнюю и вот тут вот вот она у нас первая перетяжка уже связанной так скажем резинки вот она из длинных перетяжек 1 после арочки под нее подводим нить уловитель язычок нить нить уловителя заводим за первую протяжку и провязываем через нее петлю точно также ныряем под вторую протяжку язычок вывели из петли и провязываем таким образом мы с вами сейчас поднимем лицевую дорожку петель но это лицевая дорожка петель будет у нас с изнаночной стороны значит с лицевой это у нас будет изнаночная дорожка все подняли все петли навесили на иголочки тут все поправили вот так красиво у нас получается резиночка давайте посмотрим еще раз постараюсь чуть-чуть поближе приподнять вот смотрите две иглы после лицевой дорожки пропустили выдвигаем я обычно их вот так вот все через две сразу выдвигаю чтобы мне эти иглы было видно сразу вот так выдвину и уже только лицевую дорожку подняла спускаю следующую иголку все распустили дорожку петель подхватываем первую самую первую пропускаем вот эти две вот они у нас 1 2 и ныряем под первую длинную протяжку которая у нас после арки уводим язычок из петли подныриваем под следующую и провязываем каждую протяжку лицевой петлей навесили на иголочку вы поправили все видите арочки у нас закрываются все красиво следующую иголку спускаем распускаем дорожку петель подхватили первую из трех и вот здесь вот видите вот вот она вот пошла самая первая она туда я специально ее недораспускаю и подхватываю обычно вот так потому что когда она распустится уже непонятно где короткие у нас протяжки где длинные протяжки вот таким образом нам с вами нужно через две дорожки одну дорожку поднять снова завели в первую протяжку затем в длинную протяжку в первую то есть длинные протяжки это у нас те которые мы провязали петлями и только что распустили а короткие протяжки это те которые мы провязывали когда у нас иглы были в заднем нерабочем положении все и осталось крайняя дорожка распускаем ее и сейчас уже мы с вами посмотрим что у нас получается все резинка у нас готова сейчас посмотрим что у нас получилось лицевой стороны но для начала я сейчас закрою петли чтобы образец у нас не распустился в принципе после резинки мы начинаем вязать либо лицевую гладь либо какой-то узор да смотря какой детали мы с вами вязали резинку в нашем изделии все обрываю ниточку снимаю образец игольницы и убираю оттяжную оттяжную гребенку теперь нам осталось распустить бросовую ниточку для этого вот здесь где у нас первый ряд крайнюю петлю нам нужно надрезать только делаем это аккуратно чтобы не зацепить основные петли и вот тут за хвостик с которого мы начинали вытаскиваем ниточку все посмотрите какая получилась красивая резиночка сейчас я покажу как отпарить такую резинку и она будет просто идеально смотрите для того чтобы отпарить я использую вот такие тонкие спицы тонкие прямые спицы я завожу вот так вот спицу вот сюда вот под эти петельки вот таким образом вот что у нас должно получиться и сейчас мы идем отпаривать этот образец все попарили подровняли все красиво далее образцу высохнуть на спицы и потом убираем спицу посмотрите какая красота вот с изнаночной стороны резинка получилась такая это с лицевой отличный вариант резинки для любого изделия хоть для шапок хоть для свитеров я такой резинкой очень часто вижу